Единица, делённая на 1, это 2. Единица, делённая на 2, это 3. Единица, делённая на 3, это 4. Давайте для определённости. Единица, делённая на 99, это 100. Узнать требовалось сколько? На самом деле она была симулирована чуть-чуть другого видения. Сумма. Единица, делённая на х, х-1. Где х возникает значение от единицы до 90, а даже до n. Это на самом деле то же самое. Ещё два задачи. Когда в знаменателе числа 1, 2, 3. Ну, давайте тоже возьмём для определённости 99, 100 и 100. Единица, делённая на произведение чисел О4. Ну и так далее. Так, давайте здесь я общий вид решу. n, n плюс 1, n плюс 2 и n плюс 2. Ребята, сначала рассказываю такое длинное решение, а потом объясню, как всё это высказывалось. Ребята, длинное решение состоит в том, чтобы написать несколько первых значений, чтобы написать несколько первых значений, догадаться до формулы, и эту формулу заказать при помощи улицам. Вот давайте сделаем вот эти задачи. Что это конкретно означает? Надо написать так. Единица, делённая на 1, 2, это 1, 2. После этого, к этой одной, второй, надо добавить единицу, делённую на 2. Я не могу сейчас идти дальше, пока вы не решили. К одной, второй, потому что туры обязаны вести. 2 третьи. 2 третьи, молодцы. 2 третьи. Теперь надо 2 третьи прибавить единицу, делённую на 3 четвёртых. 1, 2 раза. 3 четвёртых. 3 четвёртых. Теперь 3 четвёртых прибавляем единицу, делённую на 4 пятых. 4 пятых. 4 пятых. А теперь догадываемся, какой будет ответ. Ненадцать девять. Ненадцать девять. Отлично. Вот это, конечно, не решение. Но ответ мы, конечно, получили. Ответ мы, конечно, получили, потому что не может быть, чтобы вот так вот случайно совпало. Одна вторая, две третьи, три четвёртых. Ребята, понятно, что дальше будет так же. Я не знаю, что мы с вами здесь собрались, чтобы учиться. Доказывайте такие вещи. Поэтому давайте я здесь число 99 заменю на число n. И вы сформулируете гипотезу. Как же формулируете гипотезу? Один. Что ж так? Один n. Один выберите на к или на к. Один. Один это? Это будет… Как написать на кипяте? Это написать вверх, а это написать вниз. Это должна быть дровь. Что в числителе, что в снижателе. Катерий может быть подробнее на кипяте. Что-что? А k вообще не может быть ответил. k это переменная, по которой идет суммирование. n плюс 1. n, а здесь? n плюс 1. Абсолютно верно. Ребята, это называется репутиза. Мы сейчас эту репутизу будем при помощи индукций доказывать. Между прочим, индукция для таких вот числовых выражений это очень простая и в некотором смысле механическая штука. Вы формулируете некое предположение, начинаете с ним работать по стандартному совершенно пророчеству. И, соответственно, либо оно будет доказано, либо вы поймете, что что-то от доказательства не получилось. Итак, в чем состоит стандартный способ доказательства индукции? В том, что вы сначала проверяете базу индукций. В данном случае вы смотрите, во что превращается вот это утверждение, для тех, кто не любит значок суммы. Я все-таки быстро напишу это утверждение поподробнее, хотя на самом деле это ровно то же самое. Это человеческая штука. Просто привыкнуть, что знак суммы, это понятно. И тогда вы знаете, сразу хорошо, что я напишу n-1, следующий это вспоминатель n, n-1. И у вас нужно доказать, что ответ это n-н-1. Пожалуйста, посмотрите. Знак суммы придуман для того, чтобы не ставить вот это самое многоточие. Надо себе представлять, что у вас вот это самое k, это переменная, которая просто пробегает все значения от 1 до n. Ну, кто знает программирование, есть такое понятие цикл. Знаете? Да. Цикл от 1 до n, да? Между прочим, такая забавная вещь. Когда я был молодой, то очень не любили писать вот так. И эту штуку писали обычно от следующего. Сумма k равно n. 1. Забавный пример. Когда один раз кто-то написал удачное обозначение, и тем самым сотни и сотни тысяч школьников и студентов заставил учиться. Потому что всегда есть проблема. А что такое k равно 1? И что делает весь одинокая букваря? Имелось в виду, что человек обязан запомнить, что вот внизу написано начальное значение, а вверху написано максимальное. Ребята, вот все чаще начинают использовать такой значок. Это гораздо понятнее на самом деле. Хотя в одной из твоих книжек и в такой том, что уже есть дети. Педагогика – это уже инновационная наука. И там один раз сделанная ошибка обычно влияет просто на какие-то многие-многие-многие-многие поколения. Тут же в чем история. Авторы учебников в огромном количестве случаев безбомно переписываются по предыдущим учебникам. Я не ругаюсь, а по-другому просто не бывает. Потому что в конце концерта в натуре мы все учимся по каким-то книгам. Если я где-то что-то прочитал, то в большинстве случаев я считаю, что так оно и есть. Не обдумываю и тащу это дальше. И вот, и соответственно, любая… Могу прочитать анекдот. Когда такой журналист хочет сказать, что какая ситуация совершенно дикая, совершенно непонятная, очень часто журналисты говорят так. Ну, это как в геометрии Лобачевского, где параллельные прямые пересекаются. Что в этом трудно? А в этом трудно вот то, что на любую геометрию. Параллельные прямые пересекаются. С таким же успехом журналист мог бы сказать, ну это как там, где не кусавшая меня собачка меня кусала. Смысла было бы ни больше, ни меньше, да? Это было тем-то, я даже не знаю, кем и когда сказано. И с тех пор это повторяют, 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 и даже на них объясняют, что на самом деле, слушайте, ну не пересекаются параллельные прямые. Все равно человек послушал, ну слушайте, все же говорят, что у Лобачевского они пересекаются. И я тоже так буду говорить и продолжу, продолжу так. Такого типа примеров огромное количество, постепенно, разумеется, это все, что называется, изживается. Это конфиденции человеческие, а сейчас все-таки давайте вернемся к делу. Вот у нас есть сумма. Что значит проверить базу индукции? Очень хорошо. Надо подставить вместо числа n. Здесь вообще-то n слагаем, когда им равны не смешно. Одну единицу не слагаем. Единица, деленная на 1 с 2. А здесь вместо n надо подставить единицу. Единица, деленная на 1 с 2. Это степенно. Отлично. Базу показали. Теперь, что такое индукционный переход? А переход – это вот что. Мы должны, считая убеждение, доказанное для n, доказать его для n плюс единицы. Так, ребята, вообще, конечно, чем старше вы будете становиться, тем чаще вы будете просто писать, скажем так, докажем по индукции, что это такое. Но сейчас давайте напишем подробно. Предполагаем, предположим, что для некоторого конкретного числа n, для некоторого конкретного, не для всех, а для некоторого конкретного числа n равенство. Разница – это вон только, который нам сейчас нужно предоставить. Пусть для некоторого n равенство доказано. Тогда, тогда, а очень просто пишем то же самое, только для n плюс 1. 1 разделить на 1, 2, 2, 3 и так далее, и так далее. n минус 1, n. n, n плюс 1. И вот очень важно. Что значит для n плюс 1? Значит, добавляется еще одно слогание. n плюс 1 и здесь n плюс 2. Отлично. Ну, ребята, я же считаю, что эту сумму я знаю. И, то есть, считается, что мы для n вот такую цель заказали. То есть, на самом деле, нужно разобраться с такой суммой. n плюс 1, n плюс 2. А вот теперь самое главное. Чтобы сложить пробить, надо их привести к общему знаменателю. Что здесь является общим знаменателем? Понятно, что произведение чисел n плюс 1, n плюс 2. Значит, здесь надо домножить числитель и знаменатель на n плюс 2. И получится такая штука. Получится n умножить на n плюс 2 плюс 1. Ребята, осталось чуть-чуть. В числителе у меня n квадрат плюс 2n в квадрате. n квадрат плюс 2n в квадрате. Что это такое? Скобки раскрыты. Это n плюс 1 в квадрате, совершенно верно. Это n плюс 1 в квадрате. Так, давайте я для тех, кто это пробовал, еще в школе не учил бы рису кратит. Вот представьте себе, есть квадратик размером n на n. n квадрат веточке. Я добавляю сверху полоску из n клеток. Я добавляю слева полоску из n клеток. Это будет добавлено 2n клеток. И еще добавляю одну клетку. Что у меня в результате получилось? Вот то самое, n квадрат плюс 2n в квадрате. Так? Да. Так, отлично. Так, здесь места нет. Можно я перейду вверх, напишу? Значит, у меня получилось n плюс 1 в квадрате, деленное на n плюс 1, n плюс 2. Ну как, основное свойство тропы. Числитель и знаменатель можно сократить на одно и то же число в данном числе n плюс 1. Получится числитель n плюс 1 и знаменатель n плюс 2. Задача числа. Ребята, вот это типичное рассуждение общего. Обратите внимание, чтобы его вести, мы обязаны были сделать вот это. Вот это. Без этого, без догадки, без формулировки вот этой бифодизы у нас ничего не получилось. То есть, при индукции можно доказать утверждение только в случае, когда оно четко сформировано. Индукция – это механизм для доказательства уже сформулированного такого. Часто сформировано. И индукция состоит из базы и перехода.